Здравствуйте дорогие друзья, с вами Игорь Илдашев и напоминаю, что мы ведем прямые репортажи уже с нашего стенда на выставке МИОЖ 2018 Московский нефтегаз. И собственно говоря, уважаемые друзья, выставка интересна тем, что мы встречаем тут экспертов в отрасли, людей, которые занимаются именно практикой, которые занимаются проектированием, установкой, эксплуатацией трубопроводной арматуры на нефтегазовых и химических производствах. И сегодня, уважаемые друзья, позвольте поздравить вам моего собеседника, инженера, проектировщика первой категории Доронина Леонида, который работает в компании Еврохим и который уже с нами не первый год общается, даже делится мнениями и конечно его экспертное мнение для нас очень важно и сегодня мы представляем эту вам встречу. Здравствуйте Леонид, на самом деле очень рад вас видеть, потому что мы достаточно часто встречаемся и вы рассказываете нам о последних событиях вашей компании. Пойдите, пожалуйста, с нашими зрителями, что изменилось за последний год в компании Еврохим, какие новые проекты сегодня реализуются? Здравствуйте, что могу сказать, идет реконструкция производства МИАК, планируется и уже сейчас выполняется, идет строительство нового продукта, то есть цеха по производству нового продукта карбамида с серой, это будет, как я знаю, единственное производство, ну, практически в мире такого плана, вот, что касается арматуры, ну, сдвиги все-таки есть, то есть в последнее время все чаще, что касается именно запорной арматуры, ну, запорной арматуры на не сильно критичные условия работы. Очень много в конечном итоге выбирается российских производителей, это Саратов Энергомаш комплект, это Благовещенский арматурный завод, это Пензенский, Пензенский аж форм арматуры, да. Что касается регулирующей арматуры, это, конечно, тут ЛГ Автоматика, это РУСТ, это ДС Контроллс Новгород, вот, но что касается, опять же, регулирующих и запорных лапанов на высокие температуры давления в производстве карбамида, в производстве МИАКа, именно в цикле синтеза, а также в цикле синтеза карбамида, то есть из, выполненных из спецкоррозионной стали, это, конечно, все-таки больше иностранных производителей. Насчет, как скажем, изменений, ну, наши все-таки, я имею в виду на заводе, стали больше применять, все-таки, принимать, скажем так, идею использования, допустим, дисковых затворов вместо задвижек на некоторых местах, где размер и масса арматуры имеет решающее значение, вот, но все-таки в некоторых случаях задвижки показывают более хорошую работу, особенно, скажем так, в нашей российской действительности, учитывая возможности их обслуживания, ремонта, все-таки это техника, можно сказать, так, достаточно, ну, сравнительно новая, собственные ремонтные службы еще имели мало возможностей и с ними сталкиваться в плане ремонта, в плане изготовления даже, может быть, обработки запасных частей и так далее. Поэтому, все-таки, в большинстве случаев используются традиционные типы, то есть, это задвижки и седельные клапаны, ну, как я не знаю, ну, правильно называть, наверное, седельные клапаны, все-таки, более всего, понятно. Вот, что еще хотелось бы сказать по поводу предохранительной арматуры. В принципе, наши предохранительные клапаны достаточно надежные, достаточно технологичные, ну, в связи с выходом, ну, некоторых новых правил, скажем так, государственного уровня, то есть, правил безопасности, в некоторых случаях нам приходится отказывать нашему производителю в пользу, допустим, лезера, вот, просто потому, что наши до сих пор не смогли нормально наладить производство клапанов предохранительных с мягким уплотнением, которые показывают класс А запорной арматуры, который требуется на взрывоопасных и токсичных средах на протяжении всего срока службы. Ну, максимум, что может предоставить наш производитель, это класс А при приемо-издаточных испытаниях и класс Б, соответственно, на протяжении периода эксплуатации. Вот это бы тоже хотелось, чтобы наши все-таки как-то на это отреагировали и начали делать похожую арматуру, чтобы мы могли их выбрать в конечном итоге. Ну, с западными производителями свои небольшие нюансы. Они, например, очень смутно представляли до недавнего времени, что такое блок предклапанов. Поскольку у них в правилах не предусмотрено такого вида, первые варианты, которые мне попадали на, так скажем, рассмотрение, представляли собой просто два клапана и четыре отключающие арматуры, не связанные между собой никаким физическим устройством, обеспечивающим их одновременно открытие и закрытие. Соответственно, по нашим правилам, такое устройство эксплуатировать нельзя. Соответственно, в проекте с использованием такого устройства не пройдет экспертизу правом безопасности. Соответственно, приходилось отбрасывать это. И до сих пор, в принципе, если БАС, например, все составные части блока делает сам, Лезер все-таки отдает вот эти вот переключающие устройства другой компании, сами они их... На аутсорсинг, скажем так. Да, на аутсорсинг, сами они их не делают. И при этом в конечном итоге получается сложность, потому что зачастую проектировщик не видит, как будет выглядеть блок на момент, когда заключается договор. Соответственно, привязать его можно только после получения конструктивных чертежей, а это, соответственно, занимает время, чтобы им выполнить их. Вот что хотелось, в общем-то, сказать. Леонид, на самом деле очень много интересной информации. Я думаю, зрители поддержат это. Потому что, действительно, сегодня не все понятно с импортозамещением. С одной стороны, импорт может предложить интересное решение и существует локализация этого импорта. С другой стороны, импортозамещение воспринимается особенно нашими конечными потребителями, как натуральное изъяснение, что все должно быть российских. Но, как вы считаете, сегодня абсолютное должно быть импортозамещение или так называемое грамотное, постепенное, скажем так, определенной доли зарубежной арматуры? Как вы сказали, некоторые вещи еще остаются у вас зарубежными. Ну, скажем так, сама жизнь, скажем так, требует, чтобы импортозамещение было более гибким. Потому что, действительно, некоторые типы арматуры вообще не освоены российской промышленностью, насколько я понимаю. А некоторые по своим, так скажем, эксплуатационным свойствам, по возможности ремонта, все-таки уступают зарубежным аналогам. Замечательно. Ну, что же, уважаемые друзья, действительно, это еще одно экспертное мнение. Но я хотел бы сейчас задать вам, Леонид, еще вопрос. Часто ли вы работаете сегодня по стандартам API, Американского института нефти? Если да, то какое вообще в вашей работе занимает это место стандартам? Я стараюсь ознакомиться с ними, чтобы, ну, проводить, так скажем, аналитическую оценку, соответствие или несоответствие. Но что касается выполнения проектов, конечно же, в своих проектах я не могу ссылаться на стандарты западных фирм. Когда пишется, допустим, опрос на лист или техзадание на закупку арматуры, эта фирма-производитель должна, ну, скажем, предоставить ТКП, ну, технико-коммерческое предложение с описанием и с документацией, с которой следует, что арматуры, выполненные по стандартам, используемым в Америке или в Европе, не уступают соответствующим стандартам, принятым в Российской Федерации. Ну, честно приходится сталкиваться с этим стандартом API, в честности? Мне лично нет, ну, точнее как, чаще всего приходится сталкиваться с несоответствием. Опять же, по поводу предохранительной арматуры, но я надеюсь, с выходом нового ГОСТа, который будет принят, если не ошибаюсь, 1 ноября, немножко в этой области. Это правило установки предохранительных клапанов. Там переписана полностью секция основных понятий. Я думаю, что с выходом этого ГОСТа все-таки меньше путаница будет, потому что вот недавно мы ставили блоки предклапанов на взрывоопасный газ, ну, то есть это на полупродукт производства метанола, вот, и очень долго спорили с лизером по поводу трактовки и значения некоторых... Определений терминов. Определений терминов. Определений терминов, то есть установочного давления, давления полного открытия, давления начала открытия, поскольку у нас это все-таки, ну, в действующих на данный момент ГОСТах это достаточно сильно отличается у нас и у них. Замечательно. То есть, иными словами, сегодня сама жизнь, как вы говорили, уже диктует изменения и стандартов, не только вообще изменения подхода к арматуре. Да, конечно. Это требуется, чтобы работать эффективно и продолжать работать вообще. Замечательно. Спасибо вам большое, Леонид. Ну, у меня один из заключительных вопросов. Как сегодня вы вообще ощущаете рынок трубопроводной арматуры? Есть ли новинки, есть ли подвижки? И вообще, как он сегодня, в какой стадии, по вашему мнению, и на фронтурской отрасли находится? Ну, насколько я вижу, насколько я знакомлюсь с предлагаемой фирмами номенклатуры, да, конкретные, в общем-то, изменения все-таки есть. Вот. Мне очень понравилась идея, наша российская разработка, интеграция, снижение давления пара и увлажнение в одном, скажем так, техническом устройстве. Это, в общем-то, очень удобно, особенно, когда нет возможности где-то разместить громоздкое увлажняющее устройство. То есть, все это сделать в одном клапане очень хорошо. Кроме того, это сегментные клапана. Достаточно будут востребованы в некоторых процессах технологических, это несомненно. Кроме того, да, очень, скажем так, приятно, что увеличивается номенклатура рынка дисковых затворов, потому что это действительно арматура достаточно технологичная, очень экономичная. Вот. И, в общем-то, может быть, проименена вместо традиционной арматуры. Спасибо вам большое. Ну, на самом деле, уважаемые друзья, я думаю, что сейчас именно с Леонидом мы обсуждаем то, что будет продемонстрировано в свежем номере вестника арматуру строителя. Без вашей помощи, Леонид, между прочим, мы упомним ваше героическое имя. Но, тем не менее, уважаемые друзья, я хочу сказать одно. На самом деле, отрасль наша движется дальше, нет такого, что есть какой-то кризис, есть, конечно, неплатежи. На этой выставке очень многие ситовали в том, что сегодня безденежья есть определенный момент. Но, тем не менее, есть новинки, есть разработки, есть действительно импортозамещение в правильном ракурсе. Именно в том ракурсе, который требуется сегодня нашей промышленности. Еще раз спасибо большое за встречу, Леонид. Пожелаю вам только успехов, удачи и, конечно, гениальных конструкторских идей. Удачи. Спасибо большое. Удачи вам, друзья. До новых встреч.